Здравствуйте! В эфире программа «День города». О главных новостях вам расскажут мои коллеги и я, Валерий Седов. Таракотовая юность. Старейший в Рязани легкоатлетический комплекс отремонтируют к концу декабря. Попробуй обмани. В Рязани продолжают методично выявлять налоговые преступления. На языке музыки. В Рязани подвели итоги всероссийского конкурса «Дыхание сцены». К концу этого года откроет в своей двери обновленный легкоатлетический комплекс «Юность». Городские власти, напомню, в ноябре расторгли контракт с основным подрядчиком. Он не выдерживал сроки. И заключили договор с новым. На этот раз все обещают сделать аккуратно и в срок. Легкоатлетический манеж «Юность» – один из старейших спорткомплексов Рязани. Ему уже за 60, но сегодня это база для школы Олимпийского резерва. В начале этого года здесь решились на полную замену покрытия. По предварительным расчетам все работы должны были завершить в марте. Но даже к концу лета подрядчик только разводил руками. Терпение городских властей лопнуло. В ноябре контракт расторгли. Пригласили новую компанию. И не просто со стороны, а самих разработчиков покрытия «Фуллпур». «Фуллпур». Подрядчик был выбран нами не просто так. Это завод-производитель резинового покрытия, которое частично было уложено в нашем манеже. И тем самым они готовы нести полную гарантию за это резиновое покрытие и, соответственно, предоставить сертификат соответственно международным требованиям для легкоатлетических покрытий. Срок исполнения по контракту 24 декабря. И мы смеем надеяться, что работы будут завершены качественно полностью и в срок. Покрытие «Фуллпур» современное, многослойное, с высокой устойчивостью к износу. Помимо легкоатлетических комплексов, его еще применяют для обустройства теннисных площадок. В юности основное покрытие будет синего цвета. Сдадут его, что называется, под ключи. И, кстати, в шиповках бегать тоже будет можно. Покрытие монолитное, наливное. Выполняется в нескольких слоев. Сейчас выполняются работы по устройству нижних слоев, рабочих. Далее будет наноситься декоративный верхний слой уже с цветовым решением. Цветовое решение будет синее и кирпичного, таракотового. Разделенные по зонам, будет внутри зоны синее, а беговые дорожки и прямые беговые дорожки будут кирпичного цвета, таракотового. Значит, после чего будет нанесена технологическая разметка согласно правилам соревнования. Дальше все по стандарту. Полный круг 200 метров, старт, финиш, разметка по секторам. Рядом еще две беговых дорожки, разминочных. 24 декабря срок окончания работ. Пару-тройку дней покрытие еще отстоится, а затем юность получит полноценную нагрузку. Легкоатлеты говорят, что по тренировкам уже соскучились. С 1 января в Рязанской области на 2 рубля подорожает проезд на общественном транспорте. Постановление об этом опубликовано на сайте региональной энергетической комиссии. В Рязани поездка на автобусах и троллейбусах МУП УРТ, которые работают по регулируемым тарифам, будет стоить 27 рублей при безналичном расчете и 29 наличными. Сейчас, соответственно, 25 и 27. В других городских округах и поселениях региона проезд по муниципальным маршрутам тоже подорожает на 2 рубля. С 23 до 25 рублей. На коммерческом транспорте, напомним, цену поднимали в ноябре. Статистика налоговых преступлений в Рязани пока на спад не идет. Очередные эпизоды в виде уголовных дел уже направлены в суд. Кто и зачем решился на обман, расскажем далее. Начнем с преступления прошлогоднего. Раскрывала уголовное дело первый отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области. А ситуация до банального проста. Гендиректор одного из предприятий, которая занималась грузоперевозками, решил, говоря официальным языком, сокрыть денежные средства своей организации. Дело в том, что за счет этих средств и должно было производиться взыскание по налогам и сборам. Следствием установлено, что с июля 2022 года по сентябрь 2023 года руководитель предприятия, достоверно зная о наличии задолженности по налогам, а также о применении налоговым органам мер принудительного взыскания и недоимки, используя распорядительные письма о перечислении денежных средств в адрес ряда юридических лиц в счет имеющейся задолженности, перечислил более 5 миллионов рублей в качестве уплаты лизинговых платежей, сокрыв таким образом указанные денежные средства от уплаты налогов. Доказательств у следствия достаточно, так что уголовное дело с обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Второе уголовное дело к налоговым преступлениям отношение имеет косвенное. Само преступление – служебный подлог, часть 2 статьи 292 Уголовного кодекса Российской Федерации. А совершил его налоговый инспектор, который решил схитрить, говорят следователи. Следствием установлено, что государственный налоговый инспектор, полагая, что проверяемая организация является транзитной и какой-либо деятельности не осуществляет, желая искусственно увеличить результативность своей служебной деятельности, составил протокол допроса директора организации, внеся в него заведомо ложные сведения о том, что тот является номинальным руководителем и учредителем организации. На основании указанного протокола в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о недостоверности сведения о юридическом лице, что повлекло существенное нарушение прав общества, выраженное в репутационных потерях на рынке труда. В настоящий момент доказательственная база, признанная прокурором, достаточной для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения. Вопросы невыплаты заработной платы сегодня на постоянном контроле органов прокуратуры. Идет постоянный мониторинг предприятий-должников, по всем фактам применяют меры прокурорского реагирования. На сегодня задолженность по зарплате в Рязанской области есть у восьми предприятий, из которых половина банкроты. Общая сумма невыплаченных средств больше 12 миллионов рублей. Благодаря своевременному прокурорскому вмешательству, скоординированной работе с уполномоченными органами, в регионе погашена задолженность по заработной плате на сумму более 45 миллионов рублей. Удалось восстановить права 96 работников общества с ограниченной ответственностью электронные вакуумные приборы, долг перед которыми образовался еще в 2020 году в связи с банкротством предприятия. Более 200 участников собрал в Рязани всероссийский конкурс-фестиваль «Дыхание сцены». Телекомпания «Город» стала информационным партнером проекта. Состязание проходило в номинации «Вокал». Какие номера впечатлили жюри больше всего, расскажем далее в сюжете. Моё имя Хулиганка, я для шалости приманка, прости ваши наставления, а не гостя на стране нет. 110 заявок и более 200 участников. Премьерный сезон «Дыхание сцены» объединил юных артистов из разных городов России. Возраст вокалистов от 6 лет и старше. Каждый из них смог почувствовать себя настоящей звездой на большой сцене. Первое, что я хочу сказать, ну, во-первых, с премьерой. Долгие лето – это потрясающий успех, потому что такое количество заявок на первом сезоне абсолютно нового классного конкурса. Я в восторге от зала. Скажу честно, я даже не помню, когда я был в таком зале на конкурсе. Действительно потрясающая огромная сцена. Сцена, которая может ассоциироваться уже с концертом взрослого медийного артиста. Для ребят это так важно и звук потрясающий. Вот прямо от души. В жюри – эксперты вокального искусства. Беспристрастная оценка исполнения – главное, чем руководствовались судьи. Тем не менее, ни один из участников не остался без подарка. Призы от спонсора, членов жюри и мастер-класс по вокальному мастерству. Дыхание сцены стало главным событием в жизни маленьких звездочек. Сегодня для нас, для всех, происходит событие. Оценивать и быть экспертом такого проекта вокального – это очень ответственно. Прекрасная сцена, прекрасный звук. Да, безусловно, мы всегда волнуемся, когда нас оценивают. Но я считаю, что любовь к музыке, вот эта вот уникальная возможность разговаривать с миром на языке музыки – это важнее и выше всего. Солнце включай над землей, над землей, над землей. И это только начало. Дыхание сцены – проект не на один сезон. В перспективе собрать еще больше начинающих артистов на одной площадке. Причем, по словам организаторов конкурса, фестиваль планируют вывести на международный уровень. Кристина Бочкарева, телекомпания «Город». Рязанское отделение Союза православных женщин действует с 2014 года. Представители его решают многочисленные проблемы, преимущественно связанные с духовно-нравственным возрождением общества. Каких успехов удалось добиться в году уходящем, расскажем далее. О результатах труда регионального отделения Союза православных женщин отчиталась его глава Галина Сорокина. Главное – это оказание гуманитарной помощи военнослужащим в зоне СВО. Помимо этого, Союз организовывал вечера памяти выдающихся рязанок. Открылись районные ячейки в Михайлове и Ряжске. Кстати, нашумевшее переименование улиц «Безбожные». В областном центре также дело рук Союза православных женщин. Тогда они направили в Гордуму обращение и после долгого обсуждения депутаты инициативу эту одобрили. Нужно еще в других местах, в других регионах находить людей, которые будут заниматься – Касимов, Сасова. Стараться так, чтобы люди чувствовали, во-первых, что они нужны. И не просто, так скажем, мы смотрим издали и требуем отчеты. Нет, должно быть какая-то, с одной стороны, помощь им. Чтобы они чувствовали заботу. Это очень важно, чтобы они чувствовали, что они являются членами большой семьи. Членами большой женской православной семьи. Иногда, может быть, какие-то мероприятия там проводить. Не только в Рязани. Как-то вовлекать, рассказывать, говорить об активности. Ну и, конечно, вот две важные задачи, мне кажется, два направления. Малые конкретные дела, может быть, это капля в море, но она тоже нужна. Без этой капли не будет ничего остального, может быть, другого. И не будет столько, если даже это спасет кого-то, одного человека, это уже большое дело. В Рязани союз православных женщин существует больше девяти лет. Новый импульс своей деятельности они получили весной 22-го. Задача, как и всегда, духовно-нравственное возрождение общества. В этом году мы начали очень важное и ответственное такое дело. Открыли школу сестер милосердия при Вознесенском храме города Спас-Кризанский. Мы пока не говорим, что это сестричество. В том понимании православной истории и традиции сестричества, которые есть, мы говорим о том, что это школа. Мы набрали 12 женщин, которые изъявили желание принять участие и обучиться сестринскому делу по программе «Сестринское дело. Уход за пациентами». В следующем году повестка тоже насыщенная. Работа с семьями военнослужащих, борьба с пагубными пристрастиями и их распространением в обществе, социальная деятельность по помощи нуждающимся, преподавание предметов, посвященных православной культуре и необходимых для этого знаниях и качеством педагогов. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова